Довольно часто работа на макеваре не выделяется в отдельную самостоятельную тренировку, а является частью более развернутой тренировки, в плане которой может быть работа в перчатках, стойки на кулаках и так далее. И эти стойки могут быть на земле, асфальте, грязном полу и тому подобное. В процессе работы в перчатках кожа на костяшках кулаков и над суставами пальцев находятся в условиях повышенной влажности, так как даже лучшие перчатки не могут обеспечить пароотведение и потоотведение в нужной степени. В результате кожа набирает влагу и становится рыхлой, что особенно выражено именно в тех местах, где слой ороговевшего эпителия наиболее выражен. А как это выглядит, вы и сами прекрасно знаете, если держали кисти рук в воде достаточно долго, ну например при принятии ванны или мытье посуды. Такая набрягшая кожа весьма восприимчива к механическому воздействию, то есть она легко повреждается, ссаживается, отслаивается и защитный, и защищающий слой грубой кожи абсолютно перестает выполнять свои защитные функции. Учитывая тот факт, что кожа при этом может быть сильно загрязнена, любые повреждения становятся воротами инфекции, которая в дальнейшем замедлит процесс восстановления и регенерации. Конечно же можно, что в любом случае было бы неплохо, вымыть руки с мылом, а после подождать, пока кожа высохнет и полностью вернет свои качества. Однако не всегда имеется такая возможность, ну например, если тренировка проходит на улице, в лесу или где-нибудь еще, или у вас нету достаточного количества времени, чтобы ожидать, пока руки высохнут. И даже если вы вытрите руки насухо, то нужно будет подождать пока аргавевший слой кожи просохнет на всю глубину. Поэтому, вне зависимости от того, удалось вымыть руки или нет, я рекомендую обработать костяшки кулаков и кожу на суставах пальцев спиртовой настойкой йода. Ее можно приобрести в любой аптеке. Эта обработка преследует две цели. Первая, обеззараживание рыхлой и влажной кожи, микротрещины и открытые поры которой могут явиться воротами инфекции. Второе, подсушивание кожи. Так как спирт оттянет на себя излишки воды, а йод сам по себе обладает легким дубильным эффектом, что способствует быстрому подсыханию кожи и приведению ее к состоянию, поригодному для работы на макеваре голыми руками. Перед началом обработки йодом, если есть такая возможность, то руки желательно вытереть насухо. Саму же процедуру удобно выполнять с помощью ватных шариков или ватных палочек. Следует обратить внимание на то, что обработка должна проводиться очень тщательно. Все складки кожи должны быть аккуратно обработаны вдоль самих складок, а также и поперек. Для удобства рекомендуется неплотно сжать обрабатываемый кулак. Это приведет к растяжению кожи и распрямлению кожных складок в местах обработки, что позволит произвести процедуру более качественно. В некоторых случаях процедура повторяется до пяти раз, но обычно достаточно бывает одной-двух обработок. Сам же йод сохнет очень быстро, поэтому пока обрабатывается один кулак, кисть, обработанная ранее, уже успевает высохнуть. Йода жалеть не стоит, так как он сам стоит недорого. Стоит отметить, что подобную процедуру неплохо проводить не только перед работой на макеваре влажными руками, но и после тренировки на макеваре. А суть процедуры такой, собственно говоря, та же самая. Это дезинфекция кожи, которая может иметь как явные, так и скрытые повреждения, а также легкое поддубливание кожи. Это особенно эффективно и важно, если вы не имеете возможность сразу после тренировки вымыть руки. Сама процедура со всеми приготовлениями занимает не более пяти минут, поэтому не пожалейте на это времени. Я настоятельно рекомендую вам иметь в своей спортивной сумке или сумке с портативной макеварой пузырек со спиртовой настойкой йода.